Не хочу я чути твий голос, не треба мені твоих сліз. Я прошу тебе не наярить, бо що в мене є цей сліз. Ти не наярить, ти не наярить, ти не наярить, ти просто не наярить, ти. Так, снова здравствуйте. Снова ждем Василия. Василий! Василий! Где ты, родной, дорогой, красивый? Так, ждем Василия, друзья. Василий должен прийти. Пока Василия не видно. Так, Василий. Нет ли Василия среди тех, кто хочет присоединиться? Пока нет. Так, друзья. Так, пока не видно Василия. Василий. Жду Васю Вакуленко. О, я тут. Прекрасно. Вася, ты меня звал, я пришла. Я здесь. Я здесь. Где ты был? Я уже ору, кричу. Говорю, Вася, где ты? Я не могу подключить. Я начал переживать. Я начал буянить, кричать. Говорю, ты подключи меня, папа Тина уже ждет. Я переживал, нервничал. Ну вот я здесь. Ну все, наконец-то. Добрый вечер, Вася. Как ты? Я отлично. Насколько поправился родной на карантине? Прекрасно, люди. На? Насколько? Какой плюс, честно сознавайся? Никакого плюс, народ. Да ладно? Потому что я каждый день тренировался просто, каждый день. Серьезно? Угу. Ну ты даешь. Не лень, слушай, уже люди с ума сошли. Уже люди по кругу потренировались, на диете посидели, сексом позанимались, книги прочли, сериалы посмотрели. Все офигели. Я, честно тебе сказать, на диете не сидел, потому что я качал, у меня плановые тренировки. Кто-то, кто-то, кто-то меня видел, сделал с тренером. Онлайн были, я с вами. Правильно. Делал ноги, руки и... На вынос. И один день... Так. Вася, если ты телефон уберешь, то тебя будет хорошо слышно, потому что у тебя слышно спало, что-нибудь уберите. Вот так? Вот так лучше? Вот так просто шикарно. Такое ощущение, что в соседней комнате сидишь. Все. Посмотри, вот я тебе специально красивые задние обои, посмотри, какие красивые. Вот тебе, пожалуйста. Блин, мне нечего, мне честно, я в своей студии, мне нечего красивого предложить особо. Да, я вижу. Ну, у тебя тоже неплохо. А вы что, на газгольтере заседаете? Не боитесь? Ну, у нас ограниченный доступ работников, у нас все по домам. Я всех выгнал и сам здесь. Читай, это моя изолированная квартира. Роскошно. Слушай, а скажи такую вещь. Вот, например, вроде по Москве общие данные, что все-все пошло на спад. А у меня все знакомы с Москвой. У одних кто-то заболел, то у других кто-то заболел. У тебя как? Никто не болеет? Все вокруг живы, здоровы, все хорошо? У меня родные, у меня родные никто не болеет, но есть знакомые, друзья, кто болел, переболел. Есть даже летальный исход. Вот у нас звуковик был. Добрый, да, его фамилия? Добрый. И он, к сожалению, случилось такое, так это видит, что он умер. Ну, разные новости, разные новости приходят, поэтому я максимально внимательно отношусь к личной изоляции. И понимаю, что ответственность лежит на мне, за себя и за своих близких. Это единственный верный путь в нынешнее время. Нас приветствуют разные зрители, слушатели. Малкин не понимает, меня приветствует или тебя приветствует? Он чей друг? Твой или мой? Я не знаю, он наш. Он наш друг? Нет, но он мой товарищ хороший. А твой, ты его знаешь, Женя? Конечно, конечно. Женя классный, молодец тоже, Женя. Сидит дома, видишь, как руки-ноги чешутся, наверное, хочется играть, а все бедные спортсмены, ты же видишь, как на карантине. Я думаю, что он фантомно играет. У него дергаются ноги, руки. Да, ну вот сейчас, видимо, рука дергалась, и он нам пишет привет. Он говорит, нет, я только Васин друг. Ах так, ну хорошо, все, я запомнила, он только твой друг, видишь? Все, война. Слушай, скажи мне такую вещь. Ты видишь, что происходит? Все превратились в Укуяму, то есть все рассказывают о том, от Бони там, я не знаю, до кого. От кого? Ну, Боня, Боня, Виктория, все там рассказывают. Это кто такая? Это предсказатели известные. Я не знаю таких. Я не знаю таких. Ну, на карантине, короче, в общем, все, кто были, может быть, даже все, по-моему, имеют резвые памяти, они как-то вот все перешли в состояние футурологизма. Ты как футурологизма. А, поплы, это называется просто, Тин, ты слишком красиво и правильно говорила. Они немного называются поплы. Короче, люди реально, ну, понятно, что у многих уже в хорошем или в плохом смысле этого слова едет крыша. Как ты считаешь, что это такое? Китайцы произвели реально искусственный вирус. Это, правда, просто как бы, да, там, вирус не искусственный, а естественный. Будет вторая волна. Скажи, как врач, как эпидемиолог, как футуролог, что нас ждет? Я, как поклонник Азика Азимова, могу сказать, что все нас ждет, все нас еще ждет, самое интересное впереди. Пока все идет в соответствии с его предсказаниями, все нормально идет. Но, слушай, эти предсказания кто только не делал. Саденберг делал, Азик Азимов делал. Азик Азимов все равно самый точный был. Это просто мистер. Ну, и Боня, Боня и Боня. Как ты сказал, Боня, да? Да, да. И Боня. Азик Азимов и Боня. Это Боня, это мальчик или мужчина, или женщина? Это женщина. Кстати, очень сексуальная, зря ты так. Да, ну ты понятно. Я ничего уж такого не сказал, я просто, я на всякий случай хочу сразу извиниться, если кого-то из Бонни я задел, если я задел мужчин Бонни, прошу прощения, женщин Бонни. Вообще, Бонни, пони, пони, я перед всеми хочу сразу извиниться, если кого-то... Так ты до крабов, Вася, дойдешь. Крабов-то это много. И крабов, тем более. Я вообще перед всеми хочу сразу... Как Рудковская вчера говорила. Я всех люблю, перед всеми хочу сразу извиниться, сказать, что я не в курсе, я ничего не знаю. А что вчера за ауто до фэ было? Это что, конец света? А что за ауто до фэ было? Ее социальная ответственность, уровень восприятия материальных вещей в жизни и трансляция своих взглядов и вкусов в интернете. Ну, если так говорить, как ты мне сказала про Боню. Примерно такими же словами. И что ты там вообще, ты сейчас меня загрузил, я думаю, нифига себе, я главную программу вчера пропустила. То есть там, оказывается, целые как бы разборки были, все мимо меня. Ну, да. Ну, там разборок... Я не досмотрел до разборок, но я видел, когда Рудковская сказала одно, что она пришла. Там суть в чем? Я сейчас просто... Ну, расскажи, интересно. Это ты как, знаешь, ты как моя мама. Моя мама тоже. Я прийду домой, она мне говорит, ты Соловьева смотрела? Я говорю, нет. Смотри, короче, суть, что Рудковская пришла на шоу к Собчаку, у них была дискуссия, в которой противоположная сторона, это стильные, молодые, правильные, внимательные люди к стилю моди говорили о Рудковской. Рудковская в ответ, вначале сказала, что, если честно, я пришла сюда не ругаться, потому что я всех люблю. И даже, честно говоря, не знаю, против кого я буду, с кем я буду дискутировать и разговаривать. А потом, когда она уже, она забыла о том, что сказала, когда она вышла на ринг, она сказала, я, честно говоря, узнала, кто вы такие, я подготовилась, я всем позвонила. А кто были, подожди, а молодые, модные, стильные, это кто? Я не помню, честно. Какие-то Бонни опять? Нет, нет, были очень приятные, были, был, а, как, был Гнойный. Ага, молодой. И Гнойный выбрал манеру интересную, он говорил от лица, чтобы сказал, на это что так, Симирон был, ну, было очень интересно. Ага, смешно. Было классно, было очень классно. Ну, тогда уже, чтобы закончить эту тему, я тебе хочу задать вопрос. Вот ты, да, там, не бедный человек, музыкант, бизнесмен, я тебя как не увижу, одни треники, одна майка. Может, у тебя, конечно, как у Билла Гейтса их 289, и ты все время их меняешь? Вот, шляпа еще у тебя есть. А, вот, да? А, это химчистка у тебя, что ли? Нет, все, что нужно для съемок, для жизни. А так, ты правильно говоришь, честно, я люблю, вот, ты сказал, я вот, в трико, в майки. Да, вот все время этот гоп-стоп-стайл, вообще просто. Как говорит моя жена, из тебя, как говорит моя жена, из тебя этого не выбить. Из тебя этого, да, вот, понимаешь, на Тиму посмотри, Луи Виттон, маски, пальто, красиво, дорого, богат, рэпер, он же должен быть. Не, ну, это, ну, это же, ты говоришь о шикарной жизни, нам, ну, мы немного... Не, ну, просто, мне интересно, может, какие-нибудь китаянки уже в Ухане до вируса шьют тебе эти майки, наверное, какие-то спецзаказы, там. Ничего, все, всему пришел конец, вот, все, что было нажито, все, что складировалось, теперь будет носиться долго-долго-долго. А шляпу зачем носишь, объясни, жарко же уже потеплело. Мне нравится, мне нравится, я в ней выгляжу, как среднестатистический мужчина, просто, дядечка такой, мне нравится. Слышишь, что среднестатистический мужчина в Москве ходит вот так вот, так будет дедушка ходить, я тебе сейчас фото могу. Вот, ну, дедушка же среднестатистический мужчина. Он был модно-коммунист такой, нет, почему он такой? А модный коммунист, а звучит неплохо, вот это звучит неплохо. Че Гевара просто, я думаю, сейчас взорвался. Модный коммунист. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, я переживаю, я у тебя снималась, я не первая была, если я ошибаюсь, в твоем шоу. Для нас ты была первая. Для нас это первая. И вы для меня первые всегда. Но я, короче, пришла, там проверку сделала. И что я вижу? В последних выпусках на YouTube нет. Вы их что, удалили? Как удалили? Не знаю, я пошла проверила, последних выпусков на YouTube нет. Я была два года назад, больше ничего не посмотрела. Не, не, мы ничего, у нас как это? Все есть? Мы такой, конечно. То, как мы держали планку с тобой, как это можно удалить? Вообще, ты представляешь, как мы, как я? А ты думал, что я не встану, а сейчас я вообще на новую программу. Ты просто нас разорвала просто, мы не вывезли. Все знают, что мы не вывезли против тебя. А сейчас новое упражнение, я тебе потом челлендж дам. Ты что, планка с поворотами? Это еще хуже. А я знаю ее. Я знаю планку с поворотами. Ты стоишь на руке и делаешь. Я делаю все? Я все делаю. Я все делаю. Я сниму и тебе скину посмотреть. Куда катится мир вообще? Куда, скажи. Куда катится шар? Вот так скажем на меня. Куда катится этот шар? Скажи мне, ты вообще молодец. Ты знаешь, ты параллельное телевидение. Вот есть телевидение, не есть стейнки. У тебя там программы, продюсерские проекты. Значит, в 2019 году ты запускаешь шоу «Вопрос ребром». Да. Вот. Тоже опять посмотрела, может что-то путаю. Почему в этом шоу одни мужики? Что за гендерная дискриминация? Женщины где? Ты понимаешь, там такое шоу, оно достаточно жесткое. Ты же знаешь, что мы джентльмены все. Мы очень печемся и заботимся о девушках, когда приглашаем их в гости. Чтобы какой-нибудь хамливый гость, который пришел в студию, не оскорбил, не задел. Мы переживаем, правда. Поэтому такая вот, ну, если ты говоришь, что нужно поправить, мы над этим подумаем. Конечно, пригласим девушку, женщину. А я посоветоваться хочу, я по-другому. Вот смотри, у меня многие что зовут, там, про жарку зовут, во всем модные шоу, где ругаются, хулиганят и так далее. Да. Вот вопрос. То есть я стала замечать, что многие женщины приходят, и они тоже, чтобы быть на одной волне, они тоже там матом ругаются и так далее. Вот как ты относишься к тому, когда женщина ругается матом? Ну, ты же знаешь, что я сроссов, что я ортодоксий. Мне тяжело это все, я переживаю. Я спрашиваю, некоторые вообще-то сейчас модно это возбуждать, типа, давай, ругайся, я вот вообще поражена. Нет, ну, если у людей такие пристрастия и такие вкусы, это личное где-то то, что дома происходит. В целом, мне кажется, что женщина должна, мне кажется, быть отображением светлого, лучшего и самого замечательного. Что мы, мужчины, злодеи, гуляки, корсары, игроки, пираты, смотрели на женщин и говорили «Санта-Мария». Вау, то есть ты вот даже несмотря на то, что такой образ женщины меняется в современном мире, ты остаешься человеком старых традиций и понятий. А мне кажется, что место женщины, оно всегда останется таким, каким было тысячу лет. Внешние какие-то проявления, они, возможно, будут меняться. Стиль одежды, то, что женщины будут говорить. Но женщины – это же создание чувствующих, да, и они опираются на чувства. А чувствуют они то, что заложено в них Богом, природой, поэтому ничего не изменится особо. Они будут также оберегать свой дом, оберегать своих детей, ревновать своих мужчин, стараться, чтобы мужчины становились лучше, воспитывать их. Умные женщины будут делать это аккуратно, так, чтобы не нанести мужчине ущерб, делать это внимательно. И женщины будут делать мир лучше, потому что мужики… А как насчет нового вот этого течения харассмента Харви Байнштейна? Ты видишь, как упекли, то есть, собственно говоря, разрушили карьеру Кевина Спейси. Это только единоличные такие примеры, такого очень много в Америке. То есть, условно, если раньше там проходил, похлопал по плечу, ну хорошо, ладно, не по попе, и сказал, типа, какая ты симпатичная, хорошо сегодня выглядишь, и никто даже не мог себе представить, что это может закончиться судебным разбирательством, то сегодня неловко покоснувшаяся рука женщины со словами «хорошо выглядишь», может стоить человеку карьеры, жизни, репутации и всего на свете. К этому как относишься? Я просто не знаю, там детали, там все-таки были какие-то свидетельские показания. Я просто… Да, конечно. Меня просто немного, ну конечно, обеспокоило то, что доказательная база здесь, ну она формируется из слов женщин и мужчин. Ну так, наверное, так, к сожалению, такое, или к счастью, время, непонятно, что мужчина теперь должен очень внимательно относиться к своим словам, к своим поступкам каждому шагу. Правда? Раньше, ну что было, в школе девочку там за косичку дернул, получил по щам. Приятно, да? А сейчас… Да, сейчас, да, просто мама сразу пошла, сказала, что у вашего сына не те наклонности, ребенка из школы выпроводили и так далее и тому подобное. Ну, такое время, я думаю, что все станет на свои места. Я читал интересную статью, где человек размышлял о том, как теперь проявлять мужскую страсть, да, когда… Ну, мужчина всегда является инициатором какого-то контакта, вот там нравится ему женщина, они остаются, как в кино, один на один, драматическая или очень романтическая музыка, и вот сейчас он на нее набросится, будет… А теперь как он будет стоять? Он будет там маяками спрашивать. Мать, подскажи, что делать? Когда тот самый момент? Ну, теперь, да, теперь надо стоять и ждать, пока женщина сама подумает, скажет, типа, ну да, да, давай, можешь. Еще желательно, чтобы она у юристов заверила, что она уверена в том, что будет происходить, потому что потом она может сказать, надавил. А можно, знаешь, как взять? Можно, чтобы женщина здесь… Тушью было написано «Можешь», и она «Раз», «Можешь». Так, а здесь не, а здесь не… Слушай, к этому моменту уже, когда тушью… Зачем нужно будет писать тушью? Это просто будет где-то отображаться, как какой-то, ты знаешь, вот лайк или что-то. Вот я тебе говорю, это Ази Козимов. Мы возвращаемся к тому, что скоро мы будем это чувствовать и понимать, как дельфины просто. Да, а ты, слушай, это же, ну, уже в миллионах сериалов реализована история, ты же знаешь. То есть недостаточно лайков, не будет отношений. Чтобы еще с кем-то в отношениях ступить, нужно достаточное количество социального капитала накопить. Но, к интересному. Значит, в 2019 год на твоем канале начинают выходить музыкалити, которую ведет Галкин. Вопрос ребром мы уже обсудили, и они набирают там от двух до пяти миллионов просмотров. Скажи мне, это оригинальная идея или это из Запада вы взяли? Все, это придумана нашей командой идея. Это авторы Николай Дуксин, Дмитрий Миловзоров и Наталья Мостакова. Это вот наши ребята, они придумают форматы, придумали вопрос ребром. Все это, ну, как бы, вопрос ребром – это интересный формат в том, что там вопросы задаются из тех, что люди присылают в комментариях под размещенным постом о гости. А музыкалити, мне кажется, интересно. Встреча эпох – это вот прям оригинальная идея, на самом деле, и очень крутая. А тебе не предлагали, ты же плотно сотрудничаешь с Первым каналом, например, телевизионную версию этих форматов сделать? Или не надо? Нет, тесно, я взаимодействую с Первым каналом только в рамках проекта «Голоса». «Голос», да, и там те проекты, которые есть на Первом канале, ну, это как… Ну, мне это не близко, ну, непонятно, да, это своя политика. Ну, ну, какой, давай обсудим, какой проект? Вот давай, ты знаешь, я когда только переехала в Москву, мне все говорили, шоу-бизнес – это мафия, там только свои. Да. Вообще не важно, вы талантливы, не талантливы, важно, чей вы и чья. Я даже сейчас продюсирую, мне вот сценарий прислали, шоу-бизнес 90-х. Это вообще как бы полукриминальный, ну, как, это подкриминальный этаж. Я думаю, что не под, а просто криминальный. Да, то есть, как бы, этих крышевали, одни и тех крышевали, другие и четвертых крышевали, третий. То есть, вообще, артистов без крыши не было в 90-х. То есть, ты не мог петь, если у тебя не было крыши. Вот сейчас же всего этого нету, нет уже тех бандитов, нет тех крыш, вроде все совсем по-другому. Я думаю, что бандиты и крыши выполняли функцию лейблов, да, то есть, они решали вопрос, отстаивали интересы артистов. Просто тогда, по причине того, что вообще ничего не было, никаких правовых рамок и норм, это было единственным инструментом для возможности существования, отстаивания интересов, получения денег и тому подобное. Сейчас мы сталкиваемся с большим количеством случаев, когда артисты конфликтуют с лейблами, как будто это просто мафиозные разборки, они меня обманули, они им не додали, мы не дополучили. То есть, особо ничего не изменилось, но мне кажется, что у музыканта, по крайней мере, сейчас больше прав и возможностей решать свой вопрос самостоятельно. Ну, здесь просто, мне кажется, зависит от каждого отдельно взятого музыканта и его возможности нанять юриста. Если вы наняли юриста, хорошо прочитали договор, уже я видела интервью каких-то артистов в наше время, я, говорит, договор не читаю, я верю. Ну, слушай, веришь, верь. Нет, вот это, с учетом того, что все говорят, что молодые люди это новое поколение, люди, которые понимают, что слово написанное и подписанное есть сила, я удивлен, что люди не... Хотя, вот сейчас есть очень много конфликтов, вот недавно разгоревшихся с музыкантами. Шарлотт у нас в своем лейбле искал, что его там обманывают. Еще кто-то... Ну, надо внимательно смотреть бумагу просто, нужно как бы... Хотя, я тебе скажу, что лейбл, каким бы он ни был замечательным, хорошим, он всегда остается в проигрыше, потому что это всегда такая сублимация зла в музыке, да, это лейбл, который подавляет, диктует условия и всегда остается в проигрыше, на мой взгляд. А почему? Ну, смотри, условно говоря, пока Крит был с Тимоти, ну, я думаю, что это же экономически было выгодно, Крит крайне экономически востребованный, ну, финансово успешный артист. Ну, все заработали, как бы вырос Крит, разошлись, нормально теперь работает на себя. Почему лейбл ты считаешь всегда в минусе? Не, в том смысле, я имею в виду в репутационном, да, как бы всегда... А, что артист учила? Артист всегда говорит, вот лейбл, и всегда люди нормальные, потому что люди всегда любят творчество, да, любят творческих людей, всегда говорят, да, все понятно, задушили, взяли в кабалу. Иногда такое случалось, поэтому эта тень ложится до сих пор на все лейблы. Вот, конечно, музыкант с гитаркой замечательный здесь сидит и говорит, все, меня задавили, задушили, и теперь впредь я не буду петь, да. Был пряник теперь, плеть, ну и тому подобное, да. А на самом деле, ну, лейбл пришел к человеку, предложил условия, человек их подписал, реализация и выполнение обязательств привели там артиста к успеху. Ну, а мы так и не договорили, а что сейчас мешает? Ну, то есть, если раньше надо было найти крышу, надо было найти деньги, сейчас ничего не надо, телефон есть, компьютер... Братва, кому что, крыша, сразу звоните, есть что-то муси-буси, тоси-боси. Вот, вот, вот. Я тебе просто, если хочешь, фрагмент сценария прочитаю, ты вообще просто угоришь. Какого? Ну, вот, я читаю как раз, я же тебе говорю, продюсирую историю одну, очень забавную, и ребята как бы пишут, я говорю, давайте вот 90-е вспомним. И ребята вспоминают там условные 90-е, говорит Богдан Титамир, вот. И у кого как не у нее должна была быть самая крутая дискотека, назвалась круто, Улиса, по телеку постоянно крутили рекламу, как какой-то человек с лисим хвостом ездит на красной тачке и всех распугивает, ну, и так далее, и тому подобное. А перед Олимпийским была зона отлова, там, оказывается, еще кого-то отлавливали, даже я уже такое не помню. Вот, ну, то есть здесь, в каких городах, какие, значит, бандиты, кто с кем, зачем и почему. Богатые новые русские, в кавычках, заказывали себе персональное выступление и готовы были заплатить за него кучу денег. Так звезды налаживали контакт с преступным миром. Некоторым эти связи потом пригодились. А где ты был в этих 90-х, хочется спросить, баста. Я был в Ростове-на-Дону, в лучшем городе на земле, город, которому я передаю привет, вечную любовь и благодарность моему городу. Я был в 90-е, в Ростове-на-Дону. Я, 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 как бы, ну, жил, происходило мое становление. Я понимаю, о чем говорит Богдан, о криминалитете, о гангстерах, там, о бандитах, о улице. Я все понимаю, я, это, это живо. Это, тогда это было единственным, возможно, правда, ресурсом, который мог помочь человеку отставить свои интересы, свою правду. Ну, если, если человек попадал в какие-то сложные ситуации. И мы воспитывались в определенных традициях, в определенных жизненных взглядах. Плохо это или хорошо, увы, это такое время было. Кто, по-твоему, последний массовый артист? Вот мне кажется, что сейчас очень много проектов возникает, там, например, уровня Моргенштерна. Это все равно появляется и это исчезает. Ну, то есть, я не знаю, дай Бог, чтобы он как Rolling Stones гастролировал 70 лет, но так не будет, это уже понятно, как мне кажется. Потому что слишком ускорилось появление артистов, тренды и многое другое. Вот кто из последнего олдскула может собрать стадион и уже, как бы, да, там, вот, собственно говоря, доживет так до 150 лет, и вот этот водораздел на этом артисте закончится? Я не знаю, честно, Тин, честно, вот, ну, не могу сказать, потому что настолько, настолько все непонятно и непонятно, куда выводит дорожка поиска творческого артиста, да, бывает, люди попадают в забвение, а потом просто возвращаются и превращаются в суперзвезд еще больше. Я не знаю. А можно я не буду говорить, а то я кого-то обижу еще, я хотел бы извиниться сразу, ну, изначально вдруг кого-то обижу. А кто может собрать, вот, реально сегодня стадион в России? Прям нормально. Стадион на сколько человек? 45 тысяч. Оксимирон. Еще кто? Ну, отцы советского и русского рока. Солянка или кто-то конкретный? Нет, нет, ну, по одиночке, я думаю. Я думаю, если в Москве сделать концерт, дядя Юра Шевчука соберется, ну, мы все пойдем, все пойдут, конечно, такое, никто мимо не пройдет. Алиса, я думаю. Земфира. А почему перестали собирать по 45 тысяч? Вот раньше же в Советском Союзе это же не было так сложно. То есть все первоклассные артисты собирали огромные стадионы. А сейчас, когда стадионы есть, все есть, уже никто не собирает. Почему? Голодные были люди. После Советского... Мне кажется, вот после Советского Союза... Я был молод, юн, но я помню, что когда приезжали какие-то группы, мальчишник, вот в Ростов, да, мальчишник, там, мистер Малой, всегда все ходили. Вот непонятно, потому что, видимо, люди были голодны и на шикарную жизнь не было денег. А вот сходить на концерт, это какое-то прикосновение к какому-то празднику. Все с удовольствием ходили. Мне так кажется. А сейчас очень много артистов на любой вкус, на любой цвет. Хочешь эмо-рэп, хочешь рэп-эмо, хочешь рок-рэп, хочешь рок-топ-поп. Все есть, и это круто. Слушай, смотри. То есть такая настоящая... Мне кажется, что музыка в нашей стране, это, пожалуй, единственная тема, в которой присутствует настоящая конкуренция такая. Чистая, искренняя и настоящая. Почему? Ну, потому что здесь, ну, спорт еще. Я надеюсь на это. Ну, подожди, вот что есть конкуренция? Смотри, вот, к сожалению, в спорте мы понимаем, что на Олимпийской, ты сам видишь, что происходит с международными соревнованиями. Да. И максимально, как бы, да, там мы находимся по сей день под прессом. Но наша проблема, ну, если говорить про культуру в целом, в том, что мы вообще не конкурентоспособны. То есть мы сами про себя не можем снять контент и продвинуть на Западе. Запад давным-давно нас снимает без нас. Почему? Ну, а в чем причина, Фин? А в чем причина? Я думаю, что наша локальность, мы сами себе сказали, что мы очень локальны. Ну, вот смотри, сейчас на Netflix идет сериал, вот, из последних трендов, в ночи называется. Такой классический аттракцион, знаешь, когда люди остаются в одном помещении. Ну, вот, как, например, там, колл-центр, они в одном помещении, там, не знаю, миллион таких примеров. Эти в самолете, как мы любим, конец света, все живое умирает, и надо быть в ночи и лететь на самолете. Извините за спойлер. И в этом самолете один турок, один итальянец, один, там, бельгийц, и одна русская, естественно. Один русский летит в Москву умирать и умрет по дороге, а одна мама с ребенком. И вот, я не знаю, надо посмотреть, артистка, видимо, русская, потому что она хорошо говорит по-русски. Но это же не мы, ты понимаешь, то есть они наш образ сами создают, эксплуатируют. Ну, без нас они не могут, короче. Не цельная будет картинка. Без нас они не могут, русские в каждом сериале. Я смотрю все подряд, нет сериала, где нет русских. Но нет русских сериалов, чтобы, условно говоря, вот мы сняли там, ну, вот там, не знаю, цикал один сериал, снял, что-то там выстрелило. Там больше, чем люди выстрелило. Но в целом, к сожалению, вот так, чтобы сказать, что, знаешь, там, каждые три месяца можно увидеть крутой русский сериал. Нет, конечно. Ну, как и молчу, русская музыка не конкурентоспособна вообще с западной музыкой. Я не права? Права. Ну, в 99% права. Ну, так, давай так скажем, что и в бизнесе у нас то же самое. Так мы во всем, в принципе, находимся в роли догоняющих. Да, мы что-то, у нас есть какие-то выстрелы, кто-то создает что-то, но это быстро забывается, либо растворяется в мировых, в череде мировых достижений. Мне кажется, здесь вопрос за молодыми людьми, да, вот за ними станет новое ощущение нашей страны в глазах, там, мирового сообщества. Все равно же мы хотим, нам же, ты же часто бываешь, ты же знаешь, приятно, чтобы, вот я встречаюсь с иностранцами, и они говорят, вот это у вас круто, да, большой, там, Пушкин, да, ну, какие-то вещи, которые... Рестораны, да, Москва, да. Вот вопрос, я, например, много мероприятий вела у боксеров, я хочу сказать, что, например, боксеры вообще отдельный мир, то есть вот санкции, не санкции, им вообще поливать. У них есть вот это боксерское братство, в Екатеринбурге проходили международные форумы, чемпионаты мира привезли, то есть вообще все равно, вот есть спорт и есть бокс, вот вообще не пересекаются, знаешь, такое ощущение в современном мире. Вот про рэп всегда хотелось спросить, есть ли какое-то ваше братство, вот, чтобы, условно говоря, там, ты мог позвонить 50 центу и сказать, что, типа, вот мы здесь братья из Москвы, там, типа, есть дела, надо поговорить, давайте что-то вместе делать и так далее. Ну, блин, ну, я не знаю, не, я могу набрать, конечно, 50 центов, но предложить, предложить, ну, троллю, конечно, ну, я же не Денис Жиган, у меня нет таких контактов, ну, откуда, ну, это только Дэна. Нет, если, если, Тин, ты знаешь, если я что-то захочу, конечно, я, правда, я ему скажу, здравствуй, здравствуй, 50, это я, вот, он скажет, ну, будет очень интересно. На самом деле, мне нечего предложить, я понимаю, что русский рэп, рэп на русском и зарубежный рэп, американский, немного, два других мира, не немного, два других мира. Из-за языка или из-за чего? Из-за языка, из-за определенных традиций, там, ментальности, да, мы по-другому немного все это видим, чувствуем, воспринимаем и реализуем. Хотя мы очень много заимствуем, да, вот, наша, наша вот земля, она как губка, да, она впитывает все, что приходит из окружающего мира и по-другому, иначе это ретранслирует. Вот, вот такой у нас, как бы, рэп, кому-то, кому-то он не нравится, кому-то он кажется комичным. Я горд, что, вот, мои современники, что я живу там с действительно великими, там, поэтами, которые кладут свои стихи на рэп, там, Ваня Нойс для меня, да, Леха Гуф, Оксимирон, ITL, ну, безумное количество талантливых людей, я слушаю и думаю, блин, класс, просто класс, просто, просто, и безумное количество молодых, дерзких, понимающих, как нужно делать, как видите, и вкладывающих в свой рэп что-то свое, свое ментальное, привязанное к нашей земле. Хотят они этого или не хотят, все равно это происходит. А скажи, пожалуйста, вот в рэпе есть основные темы. Ну, например, я тоже очень люблю Гуфа, с удовольствием его слушаю, я его интервьюировала. Понятно, что вот у него как раз очень показательная история, он человек, который не боится жить с открытым сердцем, и все самые крутые тексты, и самые крутые мелодии связаны с его личными переживаниями. Мы про него знаем все, он вообще ничего не скрывает. Причем, в целом, в нашей стране так не принято, ты же понимаешь. Ну, поэтому он разорвал. Да, потому что так никто не говорит. Там, я любил, я принимал наркотики, я слез, это меня бросило, так как бы меня прокляло, но я все равно там, ну, то есть это невозможно представить. Все-таки у Оксимирона немного другие тексты, то есть у него другая... Ну, это интересно. Для меня, я честно так скажу, хочешь, я вот, у меня есть своя градация, я на свой, по своему скромному опыту как-то попытаюсь с вами. Для меня, вот, Далматов, Леша, это как Довлатов. Довлатов, да? Вот Довлатов умел очень просто, понятно писать. Вот как бы, что он писал, что писал Довлатов? Описывал то, что вокруг происходит, и это превращалось просто в какой-то удивительный мир. Вот удивительно, да, что Далматов, как Довлатов, да, для меня. Для меня Оксимирон, это Бродский, это человек, который виртуозно работает со словом, создает 3D-модели, играет пространством, создает какие-то очень сложные конструкции. И так можно многих сравнить, и это круто, что поэзия вот моих коллег, больших артистов, она на очень высоком уровне. Ты это читаешь и думаешь, елки-палки, как круто написано. У Гуфа может просто, но круто, сложено, как-то вот какая-то конструкция, которая очаровывает, и ты не можешь на него злиться. Он говорит, да, вот я могу сказать одно, что Леха Гуф – это человек, который никогда не говорил, что он хороший и замечательный. Он никогда не говорил, я такой суперклассный. Он всегда говорил, да, я плохой, я там не такой хороший, как вы, вы лучше меня. И этим он подкупал и продолжает подкупать людей, которые слушают, и слушали его музыку давно. Но рэп – это же музыка понятийных мужчин. Может ли рэп… Не всегда, ну не всегда, не всегда. Но мне всегда казалось бы, во всем случае, по фильмам. Я вот всю жизнь как бы с детства следила за тем, что делал там тот же Кулио, за тем, что, собственно говоря, делал… Я очень люблю 50 Cent, слежу фанат всей его продюсерской деятельности с детства. И всегда как бы было понятно, что там, условно говоря, людей, которые нарушают принципы, будь они трижды талантливыми людьми, как бы с круглой. Сто процентов. И насколько это в российском рэпе принято исключать из братства за неправильное поведение? Блин, ну я сейчас наговорю… Я тебе так скажу, что… А давай так, ты не про себя. Я тебе так скажу, что… Эксперт, эксперт из Ростова Васильевича. Я тебе так скажу, что… Ну в русском рэпе есть, короче, разные люди, так скажем, и все. И очевидно, что у каждого своя специфика, у каждого свое отношение к слову, к его ответственности за слово и тому подобное. Мне кажется, сейчас такое время, что отвечать за слова как-то… Ну я тебе… Ну не модно, что ли, да? Не модно. Ну и мы живем в мире диверсити. Вот я не слышала ни одного рэпера-гея. Ну так же не бывает, да? Нет, в Америке Фрэнк Оушен, Фрэнк Оушен, в Америке Фрэнк Оушен. То есть это открытый гей рэпера? Да, он сделал, и это был разрыв вообще. То есть это человек, который писал песни для Бьонс, это друг, по-моему, Асап Рока. Ну то есть это серьезно, это большой артист, и он сделал камин-аут, и все там разорвались. А потом сказали, да и ладно, и что? Слушай, я тебе честно скажу, что если в России кто-то вскроется и скажет, что он гей, ну и что? Что произойдет? Гей, который читает рэп, или рэпер, который гей, ну, мне кажется, что это будет, по крайней мере, горячей новостью, и все будут травить по этому поводу. А если в рэпе, знаешь, как в мафии, там, не знаю, как он, знаешь, в Крестном Моце ты приходишь ко мне домой, ты приходишь и просишь, но просишь без уважения. То есть у вас есть такая тема, что надо благословить, типа, на рэп? То есть кому-то приходит, я не знаю, вот ушел к тебе, там, или как к Семирону, типа, благословит? Ну, это только, если, я знаю, ну, только Влад Валов это может делать. Он все еще, он последние 20 лет благословляет? Я думаю, да, что он... Он, я думаю, да, что он... Я, да, так он благословляет, он, 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 он папа просто, вот. Ты шутишь? Да, конечно, ну, я думаю, благословляет, ну, слушай, если, я, я знаю, что он говорил, что если ты не проходил рэп-мюзик, то ты не можешь считаться, там, рэпером или кей. Я не проходил, вот, не выступал там, и я, ну, считаюсь изгоем, и при встрече он даже не протянет мне руку, чтобы я ее поцеловал, конечно. А где он вообще, Влад Валов-то? Он в теме, он честно, он, дай бог здоровья, дай бог здоровья, отец просто, он готовит достойную смену, дядя Джояй. А где все это, где это, я все поняла, что Влад Валов как бы... Ну, почитай, ну, Матин, ты же серьезный журналист, можешь просто покопаться и просто найти, это, ну, как бы есть целый ритуал, вот. Я, к сожалению, это как масонская ложа, и я не слишком был хороший, много нас таких недостойных, но есть костяк, есть то, те, на ком держится. Мне кажется, что вот ты говорила, Боня, Боня, вот что Боня вполне может быть стать членом. Я помню, что был Ваня Шиповалов тоже, талантливый был, кстати, человек в свое время очень, Ваня Шиповалов. Я не знаю, кто это. А это вот кто-то тату придумал, крутой человек. А, я его знаю, я его знаю лично, конечно. Ну, это, ну, Влад Валов выше всего, это все мелочь для него. То есть просто Влад Валов нами управляет, но мы просто про это не знаем. Я тебе больше скажу, что он не просто нами управляет, он еще и нами играет. Вау, как круто. А я все думала, кто же тот искусственный интеллект, который нами двигает. Так это Влад Валов. Влад Валов. Влад, низкий поклон, отец тебе, низкий поклон, респект. Просто вся моя косметика к твоим услугам. Патчи для мужчин, ресторан-тенатин, брат. Ты что скажешь? Приеду, сама патчи наклею, дай Бог тебе здоровья. Растит, светит, благоухай, благословляй. Летай и согревай, словно солнце. Скажи мне... Блин, до нами уже выехали. Ребята! Не, пока не, пока подожди. Скажи мне, значит, с карантином, конечно, вот мы начали, когда Женю Малкину вспоминали, говорить про спорт, но без него никуда, потому что большой функционер и бизнесмен в спорте. Вот то, что карантин ввел в медикаментозную компу весь спорт, как-то повлияло на твои планы в отношении ростовского СКА? То есть я так понимаю, что многомиллионных контрактов в твоем ростере нету, но наверняка из расхода ты же как-то должен тратиться, чтобы ребят сохранять. Естественно, естественно, все. Мы сохранили полную финансовую помощь и полную свою финансовую ответственность перед клубом. Ребята мы сохранили и продолжаем тренироваться, выплачивать зарплаты. У нас все... Ты понимаешь, что футбол, футбол это больше, чем бизнес-проекты? И это вообще даже не бизнес-проект, так скажем, да, если говорить. А зачем тебе это? Вот я тебя умоляю. Ну ты понимаешь, ну это же всегда, ты знаешь, люди радуются дважды, когда им дают поручение финансировать клубы и когда это поручение забирают. Понимаю. Но вот это же явно даже не 100 миллионов рублей. Понимаю все. Это больше, правильно? Нет. 100 миллионов? Нет, у нас меньше, у нас достаточно прозрачный финансовый механизм. Мы в год, у нас выходит 65-75 миллионов для реализации всех наших задач поставленных. Поэтому мы достаточно... По причине того, что у нас все честно и ни одна копейка не уходит мимо, нам хватает. Если ничего не выливать на песок, все будет хватать и нам хватает достаточно того, что было обзор. А у тебя какие-то цели, задачи ставишь клубу? Какие задачи? Конечно. По причине того, что когда мы пришли в СК Ростов, его положение было достаточно плачевным. Там, где он находился и в каком положении он находился, вызывало у нас большие опасения. Вообще я взялся за СК Ростов после разговора с болельщиками, ну с моими друзьями, которые просто обратились по-человечески как к Ростовчанину ко мне за помощь и сказали, «Васян, ну что-то нужно делать, потому что нам кажется, что скоро такого клуба просто не будет». И мы в процессе начали все восстанавливать, связи, инфраструктуру, нанимать новых управленцев. То есть, Тин, ты права в том, что это очень большая и сложная работа, но я по-другому, ну как бы по-другому не получилось, по-другому и не могу. И чем дальше клуб будет развиваться, тем дороже это будет стоить. Это же косты вниз, косты наверх. У нас нет, просто у нас есть договоренности с теми, кто нам помогает людьми о создании и финансировании детской школы. То есть, мы будем делать не клуб «Выстрел», да, там на один сезон, который заберется куда-то. У нас большая, долгая история, которая, мне кажется, будет полезна для Ростова. Детская школа, которая поможет нам вырастить больших, замечательных игроков. Потому что у нас есть детский СКА, Ростов, 9-10 год, просто супер. Дети, дети, которые разрывают. Поэтому, ну это моя ответственность, не знаю, пусть это будет моей какой-то ошибкой или неточным шагом, но я просто почувствовал, что это нужно сделать. Посмотрим. Я верю, что все получится. Ну, ты понимаешь, да, что ты спортивный электорат аккумулировал, ты, соответственно, музыкальный электорат аккумулировал. Ну и дальше только остается податься президенту в 2024 году. А что, слушай, на фоне Зеленского я тебя умоляю. Как говорят у нас в Тбилиси на Ухале. Мне снился Зеленский, снился Зеленский 4 дня назад. Рассказывай, давай, подробно. Черно-белый сон. Знаешь, что такое, как фотография? Да, да, да. Черно-белый сон. Я сижу, играю за фортепиано, на котором я учился. Моя прям старенькая в шарм. Я говорю, вдруг заходит Зеленский. Зеленский, я на него смотрю, он мне говорит, что ты как, давай сфоткаемся. Я говорю, давай, конечно. Я говорю, ну, это не вызовет какого-то там негатива у людей, я не знаю, кто тебя знает, скажут, что... Он говорит, да нет, все это пройдет и все это наладится. И мы с ним стоим на Тверской, я тебя клянусь, как сейчас, вот, сон вспоминаю. На Тверской мы с ним фотографируемся, а я просыпаюсь. Прекрасно. Слушай, вещи сон. Вещи сон. Я очень надеюсь на это. Не, ну, вещи сон. Потому что будет все хорошо, но не в ближайшее время. Но то, что нас там благословил. Не, ну, слушай, он там Саакашвили назначил. Дальше я не знаю, что будет. Это, это, слушай, я честно могу сказать, что для меня Михо, это человек, который меня радует просто. Я когда смотрю любое с ним интервью, любой с ним ролик, ну, это просто... Так я тебе сейчас... Почему он не пришел в 95-й квартал вместо Зеленского? Ты представляешь, что в этом было? Насладись, пожалуйста. Я тебе сейчас покажу. Я редко такие делаю подписи к своим комментариям в телеге. Но тут даже я не сдержалась. Я написала, видимо, в городе свежий кокаин. Сидеть себе, без без безсотворения. Пусть они будут ничего лучше не видать. Увидеть, знаете, как без безсотворения, что на комиссии. Сюда там всегда. Нихуя не понял. Ты меня извини, конечно. То есть я не знаю, я не разбираюсь в наркотиках, но я не знаю, это что за так, под действием чего он находится. Мне просто кажется, что Михо просто рванул просто. У него бывают такие сложные моменты, с которыми... Представляешь, ему надо английский, грузинский, русский, украинский и все это замешать. Понимаешь? Ему надо выдавать везде просто автоматом. Да нет, я тебе просто говорю, он же как, он ест, пьет. Это же все, кто его живьем видел, он же просто, он пьет, принимает, ест. А как по-другому? Представляешь, сколько информации надо держать в голове без глобика? Нет, не вы. Тин, ты так говоришь, что просто, а кто о человеке позаботится? Конечно, нужно стимулировать как-то мозг. Нужно какие-то дополнительные ресурсы вызывать, конечно. Не, ну просто жалко, ты понимаешь, да так-то ускоряться на глазах у всего мира. Понимаешь, что галстук съешь, как бы, да, там. А это закуска. Это просто закуска вот такая. А может, а давай, вот смотри, давай представим так, что он сидел за столом, ставил замечательный белый соус и макнул туда, и макнул в него галстук, да? И нормально. И не увидел, и пропитался. А потом он пришел высказываться, думает, чем вы мне что-то... Такой смотри, галстук в белом соусе, раз, и начал грызть. Нормально, логично. Не, я просто всю дорогу, меня, знаешь, что волновало? Я дочь нарколога. Представляешь, ты же ростовский парень, я адресская девочка. Представляешь, что такое в Белиси, врач-нарколог, в период, когда боролись с алкоголизмом... Глаз-алмаз, это глаз-алмаз. Вообще, просто, понимаешь, у меня, когда я была совсем юная, там парни приходили, которые за мной ухаживали. Ну, Грузия, понятно, да, там, то есть трава и алкоголь начинаются одновременно. И я на четвертом или пятом этаже, мы жили, и вот машина, девятка подъезжает, там выходит, там, Тина! А, и моя мама сверху, значит, смотрит, такая, где покурил, вот там иди, кричите, Тина! Сразу по голосу, да? Конечно! Я говорю, мама, ну как ты так? Ты ничего не понимаешь. Ну, чтобы ты понимал, кто такая моя мама, в Новый год, когда я хочу налить шампанское, вот я наливаю шампанское, и уже дети выросли, все ждут, чтобы, ну, поржать. И такая пауза драматическая, и моя мама, когда я наливаю шампанское, не мигая так, пьешь? Что? Пьешь? Это классика! Но я к чему тебе это говорю? Просто вот я не понимаю, честно говоря, как человек может вот так вот при таком вообще употреблении всего на свете вообще где-то кем-то еще быть. Вот это для меня, конечно, загадка, я такого в мире нигде не видела. Причем невозможно... Ну, я думаю, что где-то еще есть такие герои, я думаю, где-то просто они под... На территории Украины, мы теперь все знаем, где, вот он, пожалуйста, родной, он там. Вот, дальше идем, скажи, пожалуйста, есть такое понятие, overnight success, как ты понимаешь, очень модное нынче, но... А что значит? Ну, это значит, что ты проснулся знаменитый, ухоп, и ты вот суперзвезда. Есть. Есть. И ты это хорошо знаешь. Ты помнишь, как это было? А, у меня лично. У меня было... Блин, ну это был долгий, на самом деле, такого, чтобы я проснулся и меня... У меня было такое в молодости, да, когда мне было, там, 19 лет я мою игру выпустил, 18 лет, мою игру написал, и я выступил во дворце спорта, и весь город, и весь город, как бы, знал меня, там, мою песню. Это было, конечно, удивительно. Ну, ну вот как этот момент произошел? Вот ты понял, что вот все, вот оно. Ну, ко мне стали... Я был концерт во дворце спорта, и мой товарищ пригласил меня выступить, я спел эту песню, и потом подошли ко мне ребята. На следующий день я на Садовой стоял, около Парка Горького, подошли ребята и говорят, ты вчера пел, взрослый, ну, ребят, там, гораздо. Он говорит, это ты пел вчера? Я такой, ну да, там, пел. Было круто. Да, я как бы разорвался, да, для меня, конечно, это было несоизмеримо. То, что сейчас, это длительная работа, большая работа. Я с благодарностью и с пониманием отношусь к тем временам, да, и меня, конечно, это ушатало. Вот такая известность, которая ко мне пришла, меня это очень выбило из колеи. Сейчас я благодарен, что у меня был тот опыт, потому что сегодня я понимаю цену тому, чего я добиваюсь вместе с своими друзьями, коллегами. И это очень большой труд, и нужно работать каждый день еще больше, еще больше, еще больше. А когда тебя в последний раз не узнали? Когда меня в последний раз не узнали? Мы стояли, это было, по-моему, с кем же я стоял, ну, с кем-то из популярных артистов. А, мы стояли с Киевстонером, подошел человек, говорит, можно сфотографироваться? Я говорю, ну, конечно. И мне этот балдой человек протягивает телефон и идет к Киевстонеру. А, это смешно. Это в Москве из-за этого было? Да, да, да. И он говорит, не, у меня, оказывается, он меня узнал, еще страшнее, что он меня узнал. А, если ты мне интересно. Не, не так, он дал телефон, потом сказал, Михалыч, спасибо большое, и пошел. Вот, все. Это уже старость. Старость. Да, ты имеешь в виду, что Киевстонер больше нравится молодым? Мне кажется, он как раз для нас, для старых. Не, не, у него, его, его, его просто обожают дети. У него, у него, его любят, давай скажем так, что Киевстонер это человек, которого любят все. Это человек, который не вызывает вообще негатива. Ну, у каких-то там, не знаю, сверхстребовательных. Не, он крайне позитивный. Он просто, это человек, который, вот я не знаю никого, у кого бы он вызвал какой-то негатив. Не, ну, если бы Винни-Пух был человеком, вырослым. 100%. Да, там все у него сложилось хорошо, но оба стал Киевстонером. И Карлсон. И Барлсон, да. Это вот такой, я на него, я вот здесь, я сижу вот здесь, он заходит, я слышу в студию, я оборачиваюсь, вот каким бы я ни был, я, Паш, всегда улыбаюсь. И он говорит, Михалыч, что там есть что-то новое, кроссовки какие-то, а у нас с ним один размер обуви. А-а-а, смешно, он еще и модник, на кроссовках. О-о-о, ты такой модник, ты что, это известный модник. То есть у него до Кани появляется все, пока Кани произвел. Я думал, что Кани тырит у Киевстонера. Конечно, конечно, как же без этого. Скажи еще такую вещь, как много в твоей музыке тебя и какова доля сторонних битмейкеров, продюсеров и звукорежиссеров? Ну то есть вот вопрос в том, что вообще сегодня можно стать звездой с одной гитарой, как Высоцкий. Вот он родной, вижу. А, его вообще не плевать, он в наушниках работает. Это Леха, это Алексей Джей, это великий человек. Это один-единственный, все сводит, все делает. Он как раз в наушниках не слышит меня. Это он нам, помнишь, когда ты делал гимн для Мачта? Да, конечно, он сводил все, делал. Дай Бог ему здорово, какой гимн сделал. Это великий, великий. Великий, великий. А так я стараюсь все делать сам, писать музыку. Если есть какое-то что-то крутое у битмейкеров, конечно, я прошу, взаимствую, использую. Чем хороша рэп-музыка, что она открыта к заимствованиям, да? Ну, только к юридически верным. Можно использовать все, что угодно, и я по-хорошему тырю все, что только плохо лежит и хорошо выглядит, понимаешь? А скажи, вот знаешь, вот мне кажется, что музыкант одержим, а только одержимый музыкант может делать не кленку, когда он говорит, мир не сможет жить без моей музыки. Вот я, честно, не представляю, как мир бы мог жить без музыки Курта Кобейна. Вот сколько лет я была ребенком увлекалась, мой сын от него в восторге. Я уверена, мои внуки еще будут слушать него. Великий музыкант. Великий музыкант. Вот как ты думаешь, мир мог бы прожить без твоей музыки? Я думаю, легко. Это неприятное ощущение? Да. А может еще сложится, что будет что-то, что будет вечным? Может быть. Ну, пока я надеюсь, еще у меня будет время что-то сделать, но если сравнивать свою музыку с музыкой Курта Кобейна и подобных великих музыкантов, то я, к счастью или к сожалению для себя, в самом начале пути. И надеюсь, что у меня еще много времени чего-то добиться и реализовать. И это не посыпание там себе, просто это очевидные вещи. Ну, это ты же музыкант, ты же можешь отсидевать. Я не знаю, понимал ли Курта Кобейн, что на Smells Like Teen Spirit вырастет не одно поколение, и это будет не для одного поколения. Целая вселенная. Можно сказать, что он создал целую вселенную людей? Целую вселенную людей. Новых, других, по-другому мыслящих и чувствующих себя. Сто процентов. И они все, я спрашиваю, куда вот там условно эти волосы, все равно пытаются эти волосы, эту рубашку, это... Ну, это стиль, это вечный стиль, это вечный стиль. И это вечное главное, эти очки, которые мы искали, еле достали, эти его вот какие-то специальные. Так вопрос вот, ты встречался уже с людьми, для которых ты придумал вселенную, и которых ты видел, ну, нифига себе, они вот в твоей шляпе там под тебя косят, поют, и ты для них и есть эта вселенная. Ну, с такими людьми не встречался. Ну, я как бы слышал, я получаю письма, я один из тех музыкантов, который получает аналоговые письма. Мне пишут письма в конвертах, на бумаге, и я прочитал очень... Очень много теплых слов благодарности, которые подтверждают правильность выбранного мной пути. Очень много слов благодарности просто за то, что когда-то моя песня где-то была саундтреком и помогла. И я счастлив. Это правда, это для меня... Космос. А кто, кто все-таки для тебя самый любимый? Нинтендо, Нагана, Баста, последний, я смотрю, Горилла, Зиппо. Кто любимец? Мне нравится, я клянусь, мне нравится вся... Это, наверное, мерзкий. Скажи вопрос, отвратите. Нет, 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 я могу объяснить. Как на него отвечать? Мне вот в директ много кто про тебя вопрос написал. Вот как он может сказать, вы знаете, я вот Нинтендо больше люблю. Это вот как? Левый палец любишь или правый? Могу объяснить, вот у тебя есть такая одна любимая книга? Или там один любимый? Нет. Ну вот там ты речь. Василий, я этот вопрос ненавижу. У вас есть одна любимая книга? А поэтому всегда говорят, а поэтому всегда говорят, назовите пять книг. По пятерке можно характеризовать. У меня есть Баста, Нагана, Нинтендо, Горилла, Зиппо, ну еще там есть. Поэтому у меня все по настроению, я могу писать одну вещь. Потом проходит время, открываю что-то другое, понимаю, что эта песня точно не в проект Баста. А где больше тебя? Или такого нет? Все мне нравится. Мне нравится. То есть нет такого, что вот Баста это... Мы сегодня тренировались, я сейчас покажу тебе, где я тренируюсь. У меня здесь прям в студии все. Вот мои все. Шикарно. А ну-ка покажи. О, неплохо, неплохо. Ты прям конкретно на железе. Плочный, да. Молодец, молодец, работаешь. Все, вот. Аккуратненько-то все как. Канатики все. А канатики мерзко, ненавижу канатики. Да, да. Ну надо. И мы сегодня слушали... Ну я под классическую музыку тренируюсь, потому что под угарную музыку... Это под что, под металлику? Битхоин, нет, сегодня Битхоина мы слушали. И мой третий... Правда, правда, на самом деле. Потому что мне под динамичную музыку, мне кажется, что я выгляжу смешно. Не, я просто хочу это представить под Битховена. Это знаешь, это такой вот в сериалах, это такие извращенцы-миллиардеры. Фильмы ужасов, да. Это Ганнибал Лектор. Ганнибал Лектор, да. Да, 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 такой, что ты проебу, там был миллиардер сумасшедший. Ганнибал... Вот этот сумасшедший миллиардер в такой комнате, Битховен, и он бицуху какой-то, Битховена. И я, 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 и я слушаю его. Я подумал о том, что мы о Битховене знаем только по его музыке, да. Потом о том, что она сложно, сложно сочиненная, очень, очень, очень эмоционально. То есть мы знаем о нем по его музыке, а ведь мы забываем о том, что он, у него точно так же был какой-то анаган, какой-то, то есть то, что в его жизни какие-то его качества, которые проявлялись не так, не так по-правильному, не так светло, как его музыка. Он жил обычной жизнью, вот, у него были конфликты. Я уверен, что он любил поругаться. Слушай, ну я тебе на этом могу сказать. Алла Вердыр меня всегда поражает история Моцарта, где многие вообще считают, что Моцарт не был особо одаренным ребенком. Что просто отец его долбил, сам писал музыку, ну, в смысле, заставлял все время несчастного этого ребенка заниматься. И вот это очень хороший пример, это часто всякие коучи любят его приводить, что вот если так долго что-то делать, 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 то количество волей-неволей перейдет в качество, возможно, даже в гении. И что, типа, если бы отец вот так его не мучил все детство, то в какой-то момент не родилась бы гениальная музыка Моцарта. Ты вообще в такое веришь, что музыкант-спортсмен, то есть если его 10 лет заставлять заниматься музыкой, то есть вероятность, что через 10 лет проявится гений. Ты в это веришь? Несомненно. Я верю в то, что, вот как говорит мой тренер, да, Коля, про навык, да, про то, что закладывается в нас навык, который потом может быть реализован как большая спортивная идея, да, то есть умение правильно подтягиваться, умение правильно становую делать, то есть это умение, которое потом превратит нас в больших спортсменов, возможно, так и музыки. Я тебе честно могу сказать, когда меня бабушка Алла Николаевна, раздай беда, я мучила заниматься музыкой с 6 лет, я занимался безумное количество времени, я просто сходил в сон, я злился, я очень нагревался из-за того, что я не мог выйти поиграть, погулять. Она мне сказала, она была киевлянка, знала, что такое война, она сказала, когда-нибудь придет время, вот ты сейчас сидишь, толстячок мой любимый, и плачешь, излиться. А когда-нибудь придет время, и ты пойдешь в церковь и поблагодаришь бабушку. Так и случилось. Но ты сейчас со своими девочками, ты себя так ведешь, то есть ты вот прям как отец заставляешь? Нет, нет, я, вот то, что нужно, вот на самом деле, мы с женой очень много разговариваем, вот моя жена просто чудо, чудо-женщина, удивительная, замечательная, которая очень внимательно относится к детям, потому что они девчонки, и я боюсь, чтобы как-то медведь не натворить, дело в воспитании, и мы очень много дискутируем, обсуждаем то, что важно по-настоящему, и где мы можем быть мягче, добрее, чтобы у них тоже было детство, вот. Поэтому где-то приходится быть злым и говорить, надо... Ну, Гилаш, ну в чем ты отказываешь, Вася? Вот просто я хочу видеть, где ты говоришь, нет, нельзя, я это хочу видеть. Я, ну как бы, у меня немного другое, да, вот, когда я прихожу домой, сажусь ужинать, они должны сидеть со мной за столом. Это во сколько ты приходишь ужинать? Ну, нет, когда я прихожу в правильное время, пораньше, да, то есть они уже поужинали, я приходил, сидим за столом, разговариваем с ними, да, вот, это мне очень важно, чтобы они помогали маме по дому, чтобы они накрывали стол, чтобы они очень правильно чувствовали себя, что они, девушки, с учетом того, что они безумно ценные для меня, ну, что на них лежит определенная ответственность, и они должны показывать себя как заботливые, внимательные члены нашей семьи. Вот, а так... Ну, то есть, судя по тому, что ты говоришь, они по-кавказски должны быть... Сто процентов. Ты что, серьезно? Сто процентов. Ну, я буду надеяться, я буду надеяться на это. А что в этом плохого, Тин? Ну, а что в этом плохого? Нет, я просто тебя спрашиваю, в современном мире ты веришь в то, что вот первый же мужчина и станет мужем, и все сложится, ты в это веришь? Тин, я отец, я отец, я по-другому, мне даже больно думать о чем-то. Мне, я сейчас вот, кто-то постучится в дверь, какой-нибудь там гусь придет и скажет, здравствуйте, я, вот мы с Машей там хотим... Ну, я же сойду с ума, я же буду переживать. Я буду держаться, вот потом, я надеюсь, что этих видео никто не увидит, но я буду переживать очень. Я, я, я не знаю, вот кто-то, не дай бог, их обидит или что-то. Я, вот у моего, у моего близкого брата, у него вот дочери, он достаточно, достаточно сильный человек, да, достаточно традиционный, да, именно в воспитании. И я думаю, что вот с этим сталкиваются многие отцы, да, вот как свое вот это бутончик, этот любовь свою, вот эту вот пипоньку, которая у тебя вот с тобой рядом, вот она вы... Я надеюсь, что, конечно, она встретит принца, пусть не, 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 не нужен ни миллиардер, ни, ни тому подобное, потому что всего нужно добиваться, а просто принца, хорошего парня, которого она полюбит, они создают семью и нарожают мне кучу внуков. И в идеале, в идеале хочу, чтобы было так. А как будет, я с любовью буду принимать то, что придет в их жизни и, естественно, придет в мою жизнь. А сколько ему уже лет, девчонкам? 10-7. А, ну это у тебя еще есть время, еще погуляй, Вася. Я просто так хочу вернуться. Нет, 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 я это ружье уже приготовил. Я это ружье уже приготовил. А я кайфую, так как я уже все прошла, что тебя ждет, у меня дочке уже 20, я это представляю, как это будет. Ты же понимаешь, да, что есть два варианта. Девчонки ищут или похожих на папу, или полных антиподов. Я хочу видеть и ту, и ту картину, как бы тысячи лет за столом и какой-то там условный. Блин, это классная история для песни «Нагану». Ты понимаешь, это классный сюжет для песни «Нагану». Условный баргенштерн. Нет, условно встречаются за столом молодой Баста и молодую «Нагану». Да, а еще хочешь, короче, а условный гуф. Твой друг Алексей Далматов, которого, вот мне дочка говорит, мам, ты понимаешь, вот моя дочка, она, например, не любит, ну, как бы, тех мальчиков, кто старый, всегда вот сидит, она такая кавказская тоже воспитанная девочка, она говорит, мама, вот как они встречаются там 30 лет, 35? Ну, мне же 20, вот я не пью, как они вообще там, или кто-то обращает на нее внимание. Она говорит, ну, ему 30, он старый же, мама, как ему не стыдно. Но в то же время, когда у меня был эфир с Лешей, она мне говорит, мам, ну, ты знаешь, Лешу все девчонки, ну, уважают его все. Вот Леша, вот есть как бы 30 лет, а есть Леша, которому давно не 30, как мы понимаем. Но вот Леша это отдельно, понимаешь? Леша это форевоянг. Это, я тебе скажу, что Леша это ангел, вот который он есть, замечательный просто ангел, и все. И вот ты сидишь, и ты все понимаешь про Лешу, и приходит к тебе Леша 20-летний. Вот мне сразу звони и расскажи, как ты себя чувствуешь. Коленную чашечку прострелю. Это очень смешно. Я представляю, представляешь, как вот любой... Себе. Я сразу, чтобы не было, а то вдруг завтра кто-то в Лешу стреляет. Себе, себе прострелю коленную чашечку. А ты понимаешь, знаешь, что любой мальчик, который приходит, они же думают, что они не палятся. Но есть такая категория родителей, которые, ну как бы, есть те, которые не хотят ничего замечать, хотят только хорошее видеть. Есть те, которые реально не врубаются, есть те, которые палят все. Ты, папа, который палишь все. К сожалению, мадам, к сожалению, монокль судьбы помогает мне глядеть в будущее. А ты в школу приходишь вообще? На школьные совещания хотелось бы. Конечно. На праздники. У меня даже было, замечательно, меня вот пригласили учителя школы провести встречу с учениками. Я сидел час, были представители всех классов, хотел сказать, социальных групп, всех классов, там, с третьего по десятый. И были, я сидел, отвечал, и моя дочка сидела, смотрела на меня. Ей было очень приятно, и я это видел, и мне было очень приятно быть нужным и важным в ее жизни вот в эти моменты. Хотя вопросы были очень жесткие, некоторые задавали очень такие... Ну, например, что-то вот такое... Про страну, про жизнь, про патриотизм, про то, что будет дальше, как жить, как работать, кем становиться. То есть достаточно серьезные вопросы, которые волнуют молодых людей. И как бы серьезный был разговор. Ну, и вот что ты говоришь, например, самый главный вопрос же какой? Все говорят, что все через кумовство, все через родственные связи, через коррупцию и так далее. Я всегда говорю, Вась, вот знаешь, я, сколько считай, ну вот я двинула в Москву в девяносто пятом году. Мне то же самое говорили. Нехленно туда ехать, закончишь в Канаве, связи нет, денег нет, кумовства нет, ну, любовники это не для тебя. И, соответственно, типа, ну, куда прешь, ничего не будет. Прошло 25 лет, все то же самое. То есть я считаю, что люди, которые готовы пахать, они на лошадь всегда свое возьмет. То есть если готов пахать. Ну, это, ты понимаешь, хочется, мне хочется как бы, чтобы это, ты говоришь о себе как о сильной женщине, о человеке, который вот знает, куда он идет, что делать. Есть же очень много... Нет, не так, Вася, не так. Деньги нужны были. У родителей денег уже нет. Нет, так, нет, ну, деньги нужны всем. Я говорю о... Мы же все мечтаем, мы же все равно не хотим, чтобы дети там проходили тяжелый путь, чтобы у них все равно становилось что-то лучше, чтобы менялась система взаимодействия вот с миром в лучшую сторону. Чтобы было проще, чтобы они там не добивались, не карабкались, не встречались там с людьми, которые случайно попали в ту или иную профессию или в систему, которые просто из-за своей тупости, своего эгоизма, своей ограниченности мешали бы им развиваться и чего-то добиваться. Хотя это везде есть. Ну, я как бы здесь, как человек, который любит свою страну, я хочу, чтобы это менялось здесь. Ну, ты вот как видишь? Ты девчонок хочешь отправить учиться на преживание? Нет, конечно. Нет, конечно. Да, а почему? Нет, конечно. Ну, я не знаю, я с женой, мы с женой об этом часто говорим. У меня жена, она училась, в 13 лет уехала во Францию, и там училась очень долго. Мне хочется, я не знаю про учебу, если честно, но мне хочется, чтобы они четко себя ассоциировали с этой землей, с этой страной. Я хочу, чтобы они, осознавая себя русским человеком, ну, я говорю о нашей стране, не о национальности, да, ассоциировали себя с чем-то очень сильным, честным, достойным, правильным и вызывающим уважение у других людей из других стран. У нас очень, ну, правда, ну, есть, ну, о чем будем говорить? Есть много, над чем нужно работать безумно, и это будет очень тяжелый путь, тяжелая работа для каждого из нас. Если бы ты мог задать вопрос любому музыканту, который уже на том свете, то с кем бы ты захотел поговорить? Вася, ты где? Я здесь, у нас все зависло, вот, я к тебе вернулась, ты где? Так, напишу что-нибудь, Вася, я тебя сразу добавлю. Жду Васю, остался практически только лиц, все хорошо, вот. О, Арина Холина нам писала, Слава КПСС нам писал, вот, что писали? Если бы я еще увидела, ребят, Арина, привет, Слава, привет, к сожалению, не видела. Вася, возвращайся, Вася! 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 Так, еще раз попробую добавить Васю. Так, жду Васю, Васенька, где ты? Надеюсь, что Вася к нам вернется. В нашей семье, если долго кричать Вася, может прийти мой муж. Вот, поэтому жду Васю. Вася, где ты? А, ты тут, ты тут, ты тут, я вижу. Вася, мой муж начинает нервничать. Я тебе, ты просто не слышишь, я тут, тут, я кричусь. Где Вася? Вася! А ты знаешь, у меня в соседней комнате муж, и он на... Вася! Да, конечно, конечно, конечно. Он говорит, что? Я говорю, да не ты. Он говорит, а что, еще кто-то есть? Я говорю, вот, бывает так. Я в Блицу перехожу, у меня ребят классный Блиц, Вася, все, как ты любишь, как ты меня учил. А Тимоти или Гуф? Как, в музыке? Ну, сейчас-то я не разъясняю, вот вообще, по жизни. Тимоти и Гуф. Да, Тимоти и Гуф, хорошо, ладно, обоих любишь. Матранг или Скриптоник? Скриптоник, конечно. Нойзи МС или Ленинград? Нойзи МС. Монеточка или Гречка? Монеточка. Океанельза или Сплин? Блин. Я вот, Океанельза и Сплин, я не смогу, не разделяю. А как много на концерте, или одних, или других? Я был на концерте Океанельзы давным-давно. На Сплине мне был. А я три года назад на Сплине. Вот если говорить о поэтах, то я считаю, что Саша гениальный. Несомненно. Мне просто Океанельза и Сплин, это мой очень любимый развод группы. А мне бы мовчатая, а Ле, ты все знаешь, могу путать слова. А мне бы дикатая, а Ле, ты не дашь. А мне нравится сама песня «Небо над Днепром». Просто я считаю, что Океанельза это самая великая песня. «Небо над Днепром», кто я без тебя? Ссори за произношение, возможно, не до конца соответствует мове, но это моя одна из любимых песен, Эльза. «Зефира» или «Ала Пугачёва»? Блин. Тина, ты умеешь, конечно, спросить. Ну, «Зефира», наверное, «Зефира». Ты плакал на техно? Конечно, всегда. Когда в клубе здесь у нас вечеринки, я выхожу и просто рыдаю. А так на медлячке на выпускном? Тоже рыдал, тоже рыдал. Я вообще плакал, кстати. Ты вообще плакал, сентиментальный какой-то ты мужчина. Есть такой нытик. Я представляю, когда у тебя девочки родились, ты, кстати, когда девчонки родились, ты что, плакал, пил, что ты делал? Я был в шоке. Правда, я был шокирован. Потому что для меня это, как бы, произведение искусства, так скажем, которое в мою жизнь пришло, и просто все разорвалось, перевернулось и стало другим. Так пил или плакал? Что делал? Мужики же все в этом первом году. Я плакал. Мужики все не могут прийти. Я не пил, но я плакал. Я так плакал, как будто другие думали, что я пил, я тебя так скажу. Скажи, еще один хит или 20 корпоративов на рублевке? Еще один хит? Да, еще один хит или 20 корпоративов? Еще один хит, конечно. Конечно, еще один хит. Да, но тогда будет 40 корпоративов на рублевке. Тоже логично. Скажи, пожалуйста, а вот чего ты никогда не скажешь Путину, если встретишься с ним один на один? На какие у вас у тебя, я смотрю? Что просто, я бы обстоятельно поговорил. Серьезно? Конечно, конечно. Ну и чего бы не сказал? Да не, я все, я бы сказал, все, что запланировано мной, все бы сказал. Чего бы я не спросил, чего бы я не спросил. Я не знаю, честно. Я бы все, все, что запланировано, все, все спросил. Ну, из чего бы начал? Раз какие платы? Начал бы, когда уже на пенсию пойдете. Это тебя больше всего волнует. Нет, ну начал бы, спросил бы, когда пойдете на пенсию. Ну, ты представляешь, он тебе говорит, когда вы выдвинетесь президента? Так, это взаимосвязанный вопрос просто. Это очень смешно. Слушай, Вася, ну я хочу сказать, что ты, как я тебя очень люблю, я к тебе нежно отношусь. Но теперь, слушай, я никогда не думала, что ты такой отчаянный папаша. Это очень здорово. Это мое, это мое. Это вообще просто, я даже не представляю. Я, конечно, я к тебе обязательно вернусь. Но я тебе много раз буду возвращаться, но через пять лет я прям поговорю за женихом с тобой. Я просто хочу видеть это. Если я не сяду к тому времени, отбиваясь от женихов, я буду готов. Нет, тебе просто нужны правильные армянские мальчики, я чувствую. Такие, знаешь, папа-джан, здравствуй, папа-джан. Папа-джан, помолвка будет, папа-джан. Просто замечательно. Я готов, я готов просто хороших, рад всем хорошим, замечательным ребятам. Вот так сказать. Прозвучало так угрожающе вообще просто. Кстати, вот чуваки, не посмотрите. Живите счастливо, мирной жизнью. Васенька, тебе мирного неба над головой, быстрого выхода с карантина. Спасибо большое. Выглядишь вообще просто кожаной, как у младенца. Что ты с собой делаешь, Вася? Крем, огуречные прикладки и невея, наверное, не знаю. Что там надо? И делаю массажик третьего подбородка. Вот просто, я тебе говорю прям, с каждым годом хорошейший, хорошейший, Васенька. Я тебя крепко целую. Дома всем от меня большой привет. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо.